Наступление на свободу слова и права человека в Беларуси. Эти проблемы собрались обсудить вместе на дискуссионной площадке ОМ представители Комитета защиты журналистов, правозащитники организации Human Rights Watch и докладчики Организации Объединенных Наций. О происходящем в республике участникам виртуального собрания рассказала Нобелевский лауреат Светлана Алексеевич, специально для этого приглашенная на встречу. Я хочу сказать, что то, что происходит сейчас в Беларуси в конце, в начале 21 века, непонятно не только нам, которые внутри, но еще больше непонятно тем, кто живет вокруг нас, во внешнем мире. Это событие настолько, я думаю, все-таки неожиданно в той барбарской форме, в которой оно сейчас происходит. Мы, конечно, ожидали столкновения со своей диктатурой, но мы не ожидали этого варварства. По словам Светланы Алексеевич, от мечты жить в свободной стране большинство беларусов не отказались, даже если не выходят активно, как прежде, на улицы. Но бороться за свои права, по ее словам, соотечественникам все сложнее. Нам приходится иметь дело с двумя силами. С одной стороны Лукашенко, с другой стороны огромный медведь этот Россия. Речь идет не только о том, что режим пытается в страхе держать народ, напугать народ, лишить его инстинкта к свободе, к вере в себя, но и он выходит на то, чтобы уничтожить полностью гражданское общество и всю культурную жизнь страны. Выступая в сентябре на Совете в Женеве, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачилет рассказала о пытках и жестоком обращении с участниками протеста в Беларуси после президентских выборов 2020 года. Теперь, как считают правозащитники Human Rights Watch, речь уже идет не только о борьбе властей с протестующими и митингующими, а об истреблении инакомыслия. За все время нашего наблюдения за Беларусью мы видели там и наступление на права человека, и проявление авторитаризма, и даже очень жесткое наступление на права человека. Но то, что мы видели на протяжении последнего года, это уже совсем другое дело. Это попытка не только преследовать активистов или затруднить им жизнь, а полное уничтожение инакомыслия. В свою очередь, специальный докладчик по ситуации в Беларуси, Анаис Марин, говорила о том, что наступление на гражданские права ведется, по ее мнению, не только в политике, но и в области культуры. В качестве примера она приводила ситуацию с интеллигенцией в Беларуси. Белорусская конституция устанавливает белорусский язык в качестве государственного, и тем не менее существует десятилетняя практика дискриминации тех, кто говорит на белорусском. Меня особенно беспокоит ограниченное использование национального языка в высшем и среднем образовании, где преимущественно используется русский. Участники виртуальной встречи, проводившейся при поддержке дипломатических миссий Германии, Литвы, Польши, США и Великобритании, в своих выступлениях призывали международное сообщество использовать дипломатические рычаги воздействия на Минск, с тем, чтобы не допустить окончательного подавления в республике гражданских свобод. Ситуация в Беларуси неоднократно обсуждалась в Организации Объединенных Наций. В дохладе Верховного комиссара ООН по правам человека особо подчеркивается, что в республике не прекращаются преследования и аресты активистов и журналистов, и идет наступление на основные гражданские права. Евгений Маслов, Майкл Эйклс. Настоящее время. Нью-Йорк.